Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Братья и сестры возлюбленные, Евангелие, читанное сегодня, повествуется о призвании Господом к апостольскому званию двух галилейских рыбарей Симона Петра и Андрея, брата его, и других двух братьев Иакова и Иоанна, сынов заведей рыбаря. Затем о хождении Господа с проповеди Евангелия Царствия по всей Галилее, Галилеевской стране и о исцелении всяких болезней и немощь в людях. В этом кратком евангельском чтении много предметов для нашего назидания. Весьма назидательны для нас поступки рыбарей, которые беспрекословно, тотчас по глазу Спасителя, последовали за ним, еще и не зная определенного, для чего Господь призывает их. Замечательно в них детская простота нрава и веры и беспристрастия к привычному и заманчивому рыбному промыслу и к орудиям промыслов. Замечательно владычна сила в слове Господа Иисуса Христа, покоряющего себе простые сердца на всю жизнь. Но особенно поучительно для нас безмерно снисхождение к нам, людям, Господа славы, Творца неба и земли, безначального всемогущного, живущего во свете неприступном. Он, вечный царь ангелов и всех тварей, приняв зрак раба, ходит из града в град, из села в село, трудит ежедневно причистые свои ноги, учит невежествующих и заблуждающихся, проповедует всем Евангелие Царствия, примирение людей с Богом и блаженство вечное, уготованное в небесах любящим Бога, исцеляет всякие болезни и немощи в людях, не гнушает задержимых нечистыми и заразительными болезнями. Его окружают с раннего утра до позднего вечера бесчисленные толпы народа, теснят, давят его, нападают на него, и он со всеми кротко и терпеливо обращается, доступно, смиренно, любовно и со властью учит, забывая о пище и покое, какое снисхождение, какая любовь, какое терпение, какой урок нам, пастырям, столь ленивым к учению и учительству, столь нетепеливым и раздражительным в служении духовном и телесном нуждам наших меньших братьев, столь нерадивым о Слове Божьем и о спасении бессмертных, одаренных разумом и свободной волею душ человеческих, какой урок и вам, братья и сестры, в этом каждодневном и целодневном хождении Господа по городам и селениям ради спасения людей, ради поучения их спасительной истине и ради врачевания их немощи. Цените ли вы так свое душевное спасение, как ценил его и ценит всегда Господь наш? Так ли вы печетесь о бессмертных душах своих, как пекутся о них, и непрестанно печется Иисус Христос, не посидивший для нас своей жизни и проливший в страшных муках свою кровь свою для нас? Воображаете ли вы себе весь ужас вечного правосудия Божия, который, несомненно, должны были бы исполнить, испытать все мы и те невыносимые вечные муки, в которых мы все вринулись бы, если бы не сделался за нас ходатаем, предотцом своим, небесный Сын Его, динародный, если бы Он не стал для нас агнцем Божьим, в землющем грехи мира? Воображаете ли вы, сколь отвратительно для Бога и павловно для нас мерзость греха во всех его бесчисленных видах и проявлениях, сколь нелепно, безумно, дерзко это дьявольское изобретение, то есть грех, который все извратил, поставил вверх дном в мире, в мир нравственном, и исказил до неузнаваемости прекрасное создание Божия, человека? Устыдимся же, наконец, человек столь чудного, неизреченного снисхождения Божия ради твоего спасения, представляя себе, как сам предвечный Сын Божий во плоти ходил по земле из города в город и селения в селение ради спасения нашего, ради научения людей Божьим заповедям и святому, богоугодному житию и ради того, чтобы им помогать, их врачевать, утешать, обращать их на путь, ведущий в жизнь вечную, как он избрал себе помощников, учеников или апостолов, сам заботливо, с любовью и кротостью учил их всякой истине, творил чудеса, исцелял всякие болезни, изгонял демонов, воскрешал мертвых, очищал прокаженных, как он в пятидесятый день по воскресенье Своем из мертвых и десятый от вознесения на небеса не спасал им от Бога Отца, Духа Святого, который умудрил и осветил и сделал их огненными и из земных небесными, пламенно любящими Бога и всех людей и готовыми на всякие труды и скорби ради их вечного спасения, научил всем тайнам Царствия Божия и послал их на проповедь Евангелия, дав им власть творить всякие чудеса. Поревнуй, возлюбленный, сам о Своем спасении, пробудись воспряние от сна греховного, не сегодня, завтра, послезавтра, через год или через более долгий срок и тебе предстоит общий жребий и смерть, а за ней сейчас суд. Запасись елеем добрых дел, приготовь добрый ответ судьи праведному, судящему правыми мерами всей земли. Псалом 9.9 Испытай себя, готов ли ты, вот для тебя, для твоего спасения Господь все сделал. Он излил целое море спасительной благодати в Церкви Своей. С того времени, как Дух Святой сошел на апостолов, то есть дал тебе все силы божественные к жизни и благочестию, 2 Петра 1.3, чтобы ты всячески мог спастись. Для тебя благодать крещения, для тебя сыноположение или усыновление, тебя Богу, тебя, преступной твари, для тебя печать Духа Святого, то есть Таинство Миробомазания, для тебя благодать покаяния, прощения и разрешения твоих грехов, для тебя, о чудо небес, самое причистое тело и причистая кровь Господа во оставлении твоих грехов и в жизнь вечную, для тебя Церковь, это небесное училище, небесная врачебница, и дом пищи духовной, и дом утешения, и храм хвалы и молитвы, трипостасному Божеству, животворящему и милующему нас, и сокровищица всяких даров благодатных, ты что делаешь для своего спасения, спрошу тебя, скажи по совести, и делаешь ли ты что, не всем ли сердцем и всем существом, душою и телом ты предан миру и его грешным обычаям, не угасил ли ты давно в себе благодать Духа Святого, не унизил ли ты себя до скота бессловесного, и не водишься ли только животными страстями, как невольник и раб, ибо сказано, человек в чести неразумен, приложися скотом несмысленным и уподобися им, Псалом 48, братья и сестры, поспешим остальное время посвятить делам своего спасения. Евангелие Царствия Божия, которое Иисус Христос проповедовал и в которых доселе всех призывает, стоит того, чтобы употребить все силы для достижения Его. Начатки этого Царствия ощущаемы по временам нами и здесь, на земле, во время, например, искренней молитвы, или богомыслия, или слезного покаяния, или когда мы творим добрые дела, крайне сладостные. Какова же сладость Царствия Небесного там, на небе? Будем же достигать все Царствия Божия. Аминь. Слово второе на неделю по Пятидесятнице про Итрие Иоанна Кронштадтского. Аминь. Есть какие-то вопросы. Заходят сейчас в богослужение, стоять никто не выходит. Таких подошел бы сейчас, этого не было. А здесь о Страшном Суде говорится. Какая жизнь у человеку скотоподобная? Ему многое было открыто, он видел тогдашний люд. Плотную подходили к революции. Еще никто не знал, что царское племя все будет расстреляно, раздавлено. Одна гражданская война между собой завязалась. Это не чеш человек. Шесть с половиной миллионов убили друг друга. А мы русские, нам доверено, мы Третий Рим. Вот он Третий Рим. Самые лучшие труженики были в сельском хозяйстве. Их называли кулаки. Почему? У него, говорит, вся ладонь, все в кулак превратилась. Он не вылазил с пашни. И таких вот сегодня пришли к тебе, собирайся на сборы два часа. Что взять? Человек не знает. Почему? Что я сделал? Налоги все заплатил. Не разговаривай. И вот она приезжала сюда потеряема. Идакия Титовна. Она больше сто лет жила. Их сослали туда. Она говорит, вот везли, особенно с родными местами, когда мы прощались. Какие слезы, стон стоял, тележного скрипа не было маленько к себе. Примени это, чтобы оценить то, что сейчас есть. А когда привезли туда в тайга, ну хотя бы инструмент какой-то был, ничего нету. У одного лопата, у другого пила. Ничего нету. И первые две недели ничего не давали есть. И откуда взять тайга. Если дальше пойдешь, пристрелят. 12 миллионов. Нам бы показать 100 тысяч, мы бы ужаснулись. это миллионов, только одно раскулачивание. Это все на этой земле было. Потеряйте семь самых зажиточных. Какие зажиточные? Были лошади, лобогрейки, машин таких не было. Сослали. И только одна приехала посмотреть. Я однажды слышал рассказ, записал его тогда многие таконы были. Она была очень смелая такая девушка. Вышел замуж за комсомольцем, а душой была с родственниками там. И одна жена как-то сумела сделать так, что ей разрешили туда проехать. Так узнали, что она едет, река была. Ну, у нас Давутана, тогда Ньюра была, Ньюрка приехала. Люди бросались в реку, чтобы ее встретить. И каждый преподавал и говорил, ты хоть шепочку с родины принесла нам горстку земли. Когда наступила перестройка, то в Нью-Йорке, в Синоде были люди старающие отсюда. Они говорили, мы заплатим деньги вам на золото. Привезите хоть одну щепоть земли с родины нам. Мы понимаем или нет, что мы не свои. Мы Богу принадлежим. А Богу принадлежать может тот, кого Бог избрал. Вот здесь начинается избранное. А сегодня избранное это кощунственное слово. Яка свинья лежит в колу. Свинья оправится и легла туда. Вот это я такой. Вот это покаянном каноне. Мы это знаем. Свинья в колу. Да кого это привлечь может? А ты скажи, я искуплен Богом. Я призван им. Я оправдан им. Он очистил меня в крови своей причистой. Это может людей привлечь? Я вот был такой, вот лежит пьяниц, это я. А теперь меня Бог избрал. Он что-то мне назначил. А скажи, для чего ты пришел в этот мир? Таланты. Какие таланты? В церкви покажи таланты. Уборщица убирает талант или не талант? Свечки наполовину догорело, погасить в мешок, потом переплавлять. Это в церкви сегодня, в каждом храме. То, что я говорю. И однажды священник один, его хватает за руки, мы пришли ничего не знаем. Да вон уборщица подойдите у нее и спросите. Она подошла, батюшка, вы меня благословляете на это? Да какая разница, чтобы отстали, они, надоело это все, каждый день за руки хватает. Она стала говорить, и люди стали обращаться к Богу. То есть она уборщица заменила их вместе с епископом одна. К нам на занятия ходила одна женщина, и фамилия то у ней такая, божественная была, Вилославская, Ольга и Накиня. Ей дали торговать иконками, чем при детской больнице. Ну а что она внизу торгует, людей не видит. А потом решила пройти. И увидела, что священник приходит туда, допустим, раз в неделю, раз в месяц, в чашке вода у него. Кому креститься? А тогда была одна церковь, Паскорский собор. Там 300 рублей, я за 150. Притом жил. Ясно дело. А научные ни одного слова не знают. Они приехали с больным ребенком. Все, брызнул на нее деньги в карманы и ушел. А она ходила на занятия, узнала, это не крещение, это обман. Лютый обман, о чем сейчас считали, лютый. Она подошла к батюшкам и говорит, что люди ничего не знают. Ну и учи сама тебе надо. С гневом с таким. Она подсчитала это за благословение. и стала по нашим материалам говорить. И люди перестали креститься. Их надо подготовить. Он прибежал к священник. Кому покреститься? Никого нет. Прошел с уходил три тысячи в кармане, сегодня не рубля. А почему? Он узнал, что она говорит о правильном крещении, о катехизации. Женщина простая. Как они ее оттуда поперли? Выгнать ее, чтобы не было. Она наступила на горло им. А теперь выгоняют и не дают ей печать трудовую, что она работала, она не работала. А я теперь нигде не принимаю, так где твой пропуск этот? Я был на суде, был у ней защитником. Выходят те торгаши, которые тамошли, уборщицы. Она говорит, каждый день приходила, сидела. Она была здесь, она продавала. Я выхожу в коридор спрашиваю священника, который у них юридическое образование имеет, отец Георгий. Я говорю, так вы же знаете, что она была, да, знаем. А почему же судья говорите, что она не работала? А что делать? Она в суд подала. Да как ей не подать, когда она подавала прошение на епископ по три раза? Ответа не было. Написала патриарху, ответа не было. Что она должна делать? Ей питаться надо? Она выиграла процесс. Оказалось мало. Подали снова. Краевой суд снова отменять, еще больше не начислили. Теперь они заговорили другим голосом. Как ей уважить? То есть их защемило и потянуло. Это где избранищество? Кто избран из этих людей? А по избранию Бог будет судить. А много тебе дано или мало? Это Бог знает. А ты определил свой талант. Вот я вижу общеизвестные верую. Отче наш. Все знают. Одни поют, другие нет. Почему? Твоего голоса там не будет. В видении было показано. Божья Матерь приходит и просто попели пошли. Божья Матерь награды выдает им. Награды. Это прямо показано было. Судный день это все явится. Мы говорим об избрании. Если мы избраны, значит избрано добро. Избрано то, чтобы готовые просчитать. Собрались пошли. Я говорил, если не будет две проповеди здесь, я выйду обратно. Я не запрещен, ничего, просто я дал вам место. Свободно подались домой. А ты неделю ходи и думай, а что я скажу, кого я... Вот Яна Кронштадтского прочитал, а что-то давно не слышал я Иннокентия. А главное Златоуст. И нет, сразу никуда не пойдете. высушить. И люди пришли в храм. И Анна Тауст говорит, вы молились, про это ваше дело. Но если ты ничему не научился, а из молитв ты еще научишься, слова одни и те же. Ничего не научился, ты зря приходил в храм. Тебе нечем поделиться с домашними. А придя домой, ты поделись со всеми, кто у тебя. Ну речь идет о тех, у кого работники есть. А и светло сиял всюду. А ведь у нас как? Был человек, работал здесь, вы знаете, были избраны наблюдатели, наблюдатель за исполнением. Человек уехал, я не знаю, кто избран был или нет. Гляжусь с такими простыми нарушениями. Простое дело, платье, крайний, должен выше 10 сантиметров. Сейчас придешь домой, замерь. А с какой целью делаешь? Устава не будет, ничего не будет. Устав, он уже утвержденный должно быть по нему. Почему? Я для Бога делаю. Послание к Колоссяновам, апостол Павел говорит, ты все, что делаете, делайте, как для Господа, души, а не для человеков. Митрополит Григорий написал небольшую брошюру о один день святой жизни. И он берет по порядку. Допустим, ты вышла в огород, там что-то садишь, а сама молитву читай, Господи, и доброе семя ты насади мне в душу по слову твоему, да принесет оно плод. А то лето прошло, наступила жатва, а мы не спасены, правописая говорит. Годишься с ребенком, Господи, и ты был маленький, лежал в яслих, и за тобой ухаживали, и я был такой, и ты дал силу возрасти, благодарю тебе, Господи. Хлеб ли берешь, Господи, а эти такой же хлеб и просфор пекут, кому-то Бог доверил, это великое, важное, святое дело, Господи, а какое мое участие в этом? Благослови меня, ты пришел, тело отдаешь, которое через хлеб, пшеничный смешали. Это на каждом деле, что бы ты ни делал, в поле выехал, или поливаешь, и говоришь, полей мою душу, благодатью твою, засохла душа моя. Если этого не будет, у нас, мы пришли, и мы чужие, мы разбрелись по домам опять. А ведь есть еще и общая работа, это благовестие. Ребенок где-то ходит, в степи один ребенок. Почему он один там ходит? Я спрашиваю. Это еще и ребенок. Знакомлюсь. А он еще и творит нехорошее. Берет и что-то ломает там ходит. Ну все так делают, он даже не знает, что это неправильно. Почему вы не видите? Знаете, я к концу подошел. Сегодня 10 июня, день моего рождения, день ангела. А поздравлять-то не с чем. В прошлом году меня поздравили больше, чем 300 человек. 300. Я всем принял, поблагодарил и выговорил. Даже епархия, видимо, от имени митрополита. Там архимандрит поздравил. Я говорю, поздравлять-то нечем, что один год больше грешили, к смерти ближе стали. Если мы верующие, мы должны сказать духовное рождение, намного выше телесного. Господи, день рождения справлял Ира. Ты с чем закончилась? Голову пророка отрубили, отрезали, говорит Иоанн Златоус. С чем оно закончилось? Поэтому никаких дней рождения не справляй. Ты хочешь подарок, сделай другой день. Я их отговорил. За ночь меня сегодня поздравили. Вместо 303 человека только. Это прямо явно видный результат. Ни с чем. В этот день можно нужно, желательно прочитать канон Ангела-Хранителя, если есть возможность причаститься. Ну, маленько-то надо смотреть. Вот ребенок ходит. Я могу сказать, что ребенок, который один где-то бродит, абсолютно на 100% я могу высчитать его национальность. Как правило, это русский. А почему они ничего не учат? Скажи, ты закончил школу там или класс и летом сколько раз книжку открывал? А кто учит? Ерея. Они его не бросают. У нас была еврейка Фаина Соломоновна. Она говорит, за 2000 лет, как я справлюсь, ни одного еврея, даже самого глупого не было, чтобы его не научили. Помогут закончить институт. И он будет бумажки с одного кабинета на другой переносить. Он на больше не способен. Но они его вытянут. Он не будет валяться пьяный где-то из-под него, чтобы лужа текла. Нет этого. Почему? Ему с детства говорят, ты избран. Бог совершил избрание Авраама. И ты щад Авраама. О, Искак, ты учись. Тебе владеть этим миром. Они не знают, что придут к владычеству Антихриста. Но они каждый день ему долгят. Он у бабушки приехал, и у бабушки учится там. И баба ему каждый день урок задает в летние каникулы. Хорошо, что ты редиску умеешь растить. Но запомни, тебе больше давно управлять миром. Нами управлять. Как они говорят Гоем. И что? Каждому дало свое. Вот евреи разорили то, другое. Я очень близко знаком евреям. Какие же они хорошие, какие они близкие. Я не знаю, почему они на меня все время выходят. Банкиры помогают. Я за два года здесь в землю зарыл больше миллиона. Откуда у меня деньги? Откуда? Разные люди. Мусульмане только голову умеют резать. Неправда. Посмотрите, как они одеты. Вы пришли, сейчас дорогой переоделись мимикрией. А дальше подол выше колен. Я останавливаюсь даже в храме. У них нет. Мы едем по Хабаров в других городах, где мусульманки. Все одеты вот как вы стоите, как картинка. И платье такое, вот как стоит она вот, ну видите, до самой земли стоит. И притом живут в этой же Российской Федерации. Она всегда такая, можем это взять или нет. Сохранение девственности сто процентов. Ни одной нету надкушенной. Я беседовал с ними один раз. Какие они внимательные. Мы спросили, там заблудили дорогу. Он ехал в другом направлении, он развернул машину, и еще километров тридцать, пока нас не вывело на дорогу. Если мы где-то молились, все-таки от океана до океана дошли. Рядом мусульмане нас никто пальцами тронет. Так они любят молящегося человека. Они видят, что я не такой, что я православный. Вы молитесь и все, и саят Иисус. О, Аллах Великий, каких людей к нам прислал. А у нас увидят мусульманина, кто он тут, антихрист приехал, тут ворует что-то. Вы их не знаете. Это я вам говорю, если мы избраны, мы избраны. И от какого возраста? От утром матери. И Господь посылает, я избрал тебя. Господи, я молод, я ничего не знаю. Иди, чтобы я не поразил тебя. Вы знаете, о ком говорится? Где-то могут и не знать, а у нас нельзя не знать. У нас есть человек с этим именем. Иеремия, Иерема, Ярмак. И ему это было сказано. 1.5. Я избрал тебя, а ты иди. Я избрал тебя и дал тебе, тебе вот эту должность. Иди и накорми. У апостолов не было времени этим заниматься. И написано, они сказали, нехорошо оставить дело Божие, пищить о хлебах. Как спахать, как скотину вырастить. Нехорошо. У нас бывает так, из работы, когда спит, даже неизвестно когда. Возьми с собой на поле Евангелия. Вот у нас здесь будет жить мусульманин. Он жил обыкновенный, попал в плен, а им там выбор или голову отрежут, или принимаем мусульманство. И он вернулся оттуда, пол, ванька, пил со всеми, приехал с женой, с мусульманкой, снимки идут, показывают, как кино. И вот сидит со своими в рот и ничего не берет. Он мусульманин теперь. Он намного выше по делам христианина. Наступило время конца обеда, он сразу встал. А ты куда? Он берет свой так маленький матрасик на Стархан и пошел рядом Бугор и встал на молитву. Ему положено пять раз совершить молитву намаз. Да у нас никогда этого не было. Ни патриархи никто этого не делает. Можно хорошее взять? Давид говорит в 18 Псалом 164 7 7 кратно в день 7 раз прославляю тебя за суды правды твоей. Суды Божьи. Суды. Не то, когда он мне дал, а когда наказал за это 7 раз в день я благодарю Бога. Отнял у меня детей. Бог дал, Бог взял. Помните его. Бог дал. Ты же не знаешь как они защелись, как они созидались в утробе матери, как родились. Благодарю тебе, Господи. Я хотел подчеркнуть слово избрание. Как оно велико и важно. Мы все избранные. Много званных кому проповед, а мало избранных те, которые сказали вот я. Возьми меня, Господи. Вот я. Я слышал, читал по один рассказ, один служитель очень скорбел, что люди не обращаются. Один мальчик только обратился. А что с него взять-то? И он сидит такой печально. Он подошел. А что так печально не никого нет? А я? Ну да ты кого тут один-то? Э нет. Я каждый день молюсь о тобой и дальнейшем большим миссионерам. Самое сложное, самое опасное должность. Ты христианка, помни себя, как ведешь. Родителям не поперечь. Говори слово так, чтобы слышно было. Ты, брат, не давай одной нигде быть, храни ее. Прости за выражение, вот мы где находятся наши, маленько засораем, половина туалета видать, он двойной. Вчера показал, один стой здесь, скажет, смотри, пока не вернется. Мы никого не видим, за нами следят. Только что написали на пляже. Она одна отошла в лес, а он ее с утра караулил. Что-то долго на стене нету. Подошли, она уже мертвая лежит. Вот как. Вы берегите друг друга, молитесь, нельзя быть слепыми. Нас Бог избрал, чтобы мы сохранили вот это тело, храм, неповрежденным. Многое Господь сказал нам через Святую Библию, но если она закрыта, мы ничего не знаем тогда. Целый день, какие побуждения? Не давай, говорит, злой жене воли, а воде выхода. Вот у нас прорвалось сейчас там, и мы там вчера день пробились, и сегодня обгорел все это, это никакой роли не играет. Но Бог избрал нас на это. Я хочу сказать, мы хотим ездить по дороге, говорит, вот дорога это дело вы сделали, а там какие-то пруды, вы еще не знаете сколько людей будет. Сейчас ходатайствует о том, чтобы все старое деревенское принадлежало ей, от конца до конца можно было строиться. Почему мы избраны на это? Восстановить эту деревню? Мы избраны, сам себе скажи, я не могу отступить. Вот меня пугает, позавчера позвонили из города и сказали, это вы, я, приготовьтесь, завтра никуда не ходите. Едет прокурор, я говорю, откуда? Из Барнаула, на вас столько жалоб поступает. Я помолился, своим сказал, такой звонок был, ну, в первую очередь на субботу, чего бы ради на субботу ехать. Дальше предупреждать, прокуратура не предупреждает, она внезапно захватывает, что тебя в чем-то, ну, и далее, это приготовляется, не в чем, чтобы я не нужно это спрятал. Обман, так и есть, обман никого нигде нету, то есть, пугает, и дивен Господь, когда Он дает нам рассуждение, и друзья все молятся, и мы поехали, сейчас вот лагерное превратили в музей, и сейчас еще в городе зафиксируем, нам есть, что показать. Есть рассказать, 45 лет без помощи государства, тысячи детей и взрослых родителей отдохнули. Нам Бог дал это, мы избраны на это, и мы можем показать. В музее показывают, что было в прошлом, мы показываем, что в будущем. Как сохранить народ без этих миллиардов? Здесь некоторые у меня вот стоят, уже девятый год приезжают, без помощи государства. А если нам люди будут подражать, ну, найдутся такие люди, изменение какое-то будет в климате, отношения. Мы над ними тряслись. 45 лет ни одного повреждения, ни отравления, ни сгорели, ни утонули. А у них отпускают миллиарды рублей, тонутые, и горят, и ничего не могут сделать. Почему? Без Бога. Если только удастся, ну, мы отвезли на этой неделе документы в Сельсовет, прокуратуру, в администрацию района, в газету, а на этой неделе уже в Краевую я отправлю, попрошу занести, что, Господи, Ты нас избрал на это. Вот через музей теперь этот, который назван «Все строения», мы можем показать, как в бедности можно жить красиво, интересно, благословенно, по-божьему. Богу нашему слава. Аминь. Аминь.